Рано-рано Прямо в гречке и скупаюсь Вот такой домашний карантин Бай-бай Папара-баба-бай-бай Папара-баба-бай-бай Маску надевай Ай-яй-яй, не чихай, братан Пай-бай Папара-баба-бай-бай Папара-баба-бай-бай Себя изолировай Мы в студии Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Кто проснулся у нас Всем привет, собственно говоря Мы здесь Торговый центр Арендаторы На связи Как смешно смеяться над чужим горем Пиздец Отвратительно, мне не нравится Ну смотря какое горе Самоутверждаешься Ну смотря какое горе Какое, например Над каким нельзя смеяться Над каким нельзя Эта бабушка умерла Кого-нибудь Да не А че, нужно плакать? Нихуя себе Тебе наверняка Че-то перепадет Стоп, удово, нифига себе Блядь, смешно же Почему нельзя смеяться Над смертью чужой бабушки Давайте Может это бабушка была Я вам Потому что эта бабушка Могла быть смешнее Чем ваши шутки Не, можно взять Типа соцопрос сделать Сейчас вообще Прям пойти на улицу Благо народу много И просто спрашивать У вас типа Случай бабушка не умирала Недавно Посмеяться ему в лицо Типа И послушать реакцию Не знаю Не знаю Как так быстро У меня сложилась Цепочка в голове Но когда он предложил Типа Можно сейчас Блё Не знаю Как так быстро В голове сложилось Но реально сложилось Типа Как только он сказал Можно сейчас Пойти на улицу Типа И спросить людей У меня в голове Нахуй их спрашивают Они же такие долбоебы Типа Что они Даже если мы Статистически выявим Что типа Народ так считает Да и пошел Нахуй этот народ Короче У меня это Прикинь В башке было И потом Быстро В башке пролетело Вы что ли Что Рома за вас говорит Да А потом В башке Не смотрите подкаст Нахуй А потому что В башке у меня Так же быстро Пролетело Это параллель С властью Типа Ну блять Выборы поддельные Ебать вас не должно Идите нахуй Тупые суки Ну да Мне кажется Они так и говорят Когда выборы проходят Потому что Так и есть Мы тупые суки Даже мы Даже нас Устрои нам опрос Мы скажем Как то А послезавтра Переобуемся Нахуй устраивали опрос Блять Знаете что На самом деле Мы говорили Не про бабушку А про Нет Возможно Что то поменялось В нашей жизни За два дня И мы даже Уже передумали Бля Я вот вчера Хотел за Путина Вот сегодня Блять Сука Вот на выборах Блять Прогадал Блять Не туда Ебнул Знаете что Короче Вот у Путина Во первых Нет врага Как в бригаде Да Как этот был Чувак Панина На него нет И нет кентов У него Например Когда Путин Выиграл Выборы Да Никто не радовал Приехал Приедет Макс Какой нибудь Абстрактный И завалил Его трех кентов А у Путина Нет этих трех кентов Поэтому Короче Надо дружить С Путиным Кто из вас Будет дружить С Путиным Кто и кого Если что Зарежет Макс А что Трех получается Не хватает Китов Мы как раз втроем Я не буду С Путиным дружить Нет Я буду на похоронах Говорить Владимир Владимирович Видит бог Это не я Там же Шмидт Говорил в бригаде Вы понимаете У итальянцев На 400-500 человек В день Становится меньше Да это какая-то Хуевая статистика Умира А как вот без коронавируса Типа как у них По одному человеку В день Умирала В год умирала Нет Рождалось 400 Итальянца А сейчас Пенсионер умирает Некому рожать Да ебаный рот Как у нас в Италии Это Я не верю В эту статистику Все хуй Та Везде нужно понимать Только одно Надо как-то На этом заработать Умирает 400 Итальянцев в день Значит Освобождается Пару Таких ухоженных Ботиночек Ну опять же Нужны На каждого Блядь На каждого Умершего Еще пара Очень ухоженных Новеньких Чистых Белых Ботиночек Блядь Охуенно Про ботинки Заебись Короче У них обувь Пиздатая Ну вот Итальянская обувь Возможно Там еще У какой-нибудь Умершей Нет Это дерьмо Я думаю Про дерьмо Смотрите Умирают Итальянцы Взрослые Бабушки Скорее всего Бабушки Что любят делать Закрутки А в Италии Какие самые вкусные Закрутки Вяленые Вяленые Томаты Ебашим В Италию Срочно И даргинских Им томатов Закидываем На хуй я Продаем Гонишь Что ли Даргинские Томаты Это вкусная Не надо Продавать То что вкусное Мы у них Забираем Типа Ооо Это все Заражено Заражено Надо утилизировать Короче Я прочитал Вот эту вот Инфу Написал Одному Товарищу Знакомому В инстаграме У него Пост Типа Ребята Задумайтесь Коронавирус Там Посидите Дома Хорошо Отличный Совет Нормально Следующий Подпункт ТРЦ Клубы Бары Коленные Закрыты Я Как тоже Представитель Этих Штук Работаю Тоже Огрочен Посидите Дома Нормально Дальше Пошла Информация Откуда Это взятое Хуй пойми Не из Новостей Из интернет Каких-то Порталов Наверное Блять Из инстаграма Там Где рядом Стоит Новость Про Коронавирус И следующий Мем Про Заслившихся Собак Примерно Из этой Категории Информации Он выбрал Одну О том Что В Италии Что же там А Не забирают Трупы Из домов Потому что Не хватает Людей Типа Всех Хоронить И В Испании Ледовый дворец Уже используется В качестве Морга Бля Так Надо было В Италии Это не русские Самолеты С этой С гуманитарной Помощью Отправлять А наших Блять Услуги Они же у нас Вообще Прохаваны То есть Там Умирают Наши Подсуетились Еще За неделю Боже Вот Местишко Вы задумайтесь Просто Об этой Информации Которые Сейчас Произвестно Еще раз Еще раз Цитирую Из Поста О том Что В Италии Оставляют Трупы Дома Потому что Не хватает Кадров Чтобы Всех Перехоронить И так далее И вторая Новость Что В Испании Ледовый Дворец Используется В качестве Ну это Блядь Пиздец Вы вздумайтесь В саму Целостность Информации Ну бля Хуйня Ну во первых В Ледовом Дворце Холодно А как его Блядь Вообще Во первых Блядь Ледовый Дворец В Испании Братан Изначально Морг Потому что Там давным Давно Умер Хоккей Блядь Вы не подумали Об этом А итальянцы Типа Не хватает Ну как Блядь Это не умирает Пол страны 400-500 человек У них и без Коронавируса Умирает В день Я тебе Сто процентов Сто процентов Ты просто Подними Смертность Вот Любого города В день Сколько Умирает Людей И ты Если в одну Скажешь Все Блядь Из-за Коронавируса Ёб твоя Мать Я В Ашан Не Ну там Из-за Коронавируса Да Не из-за Коронавируса Из-за То что Они болели И до этого Поднимается Просто Статистика Смертности Вот Почему Никто Не говорит Вот Допустим В день В Тюмени Умирает Столько Человек По разным Причинам Это не от Коронавируса Вы хотите Сказать Это от Коронавируса Да нихуя 400 человек От Коронавируса Насколько Бо они Прожили Как ты Думаешь Люди Умерли У них Были Болезни До Этого Они Уже Типа Наладан Дышали Это Похоже Но В принципе Столько Умирает Да Блядь Ну Никто Не Может Проверить Эту Информацию Никто Из Нас Не Может Сказ Что Это 100% А Я Могу Сказ Что Это Пиздеж Сейчас Раз Пандемия Блядь Сегодня Услышал Что Пандемия Ударение Пандемия Это Долбайбы Которые Вот так Уебутся Вот так Они Говорят Если Ты На радио Работал На радио Блядь На радио Он Говорил Привет Я Пришел Что Что Там С Говорит Молодец Сегодня Сереге Заценил Самую Сложную Эту Скороговорку Пиздец Ну-ка Пакет Под Попкорн Пакет Под Попкорн Нихуя Еще Пакет Из Под Тяжелее Из Под Из Под Попкорна Не Так Быстрее Пакет Из Попкорна Легче А вот Пакет Под Попкорн Это Пиздец Пакет Пакет Попкорн А Купи Кипупик Попробуйте Сказать Купи Кипупик Но Быстрее Купи Кипупик Купи Кипупик Купик Кипупик Но Она Сливается В хештег В хештег В хештег Солдаты Ульц Опять Про эту Пандемию Мы с вами Разговариваем И Утверждаем О том Что Страшнее Всего Это Люди Которые Сует Выкидывают Страшную Информацию По поводу Пандемии Я так Не думаю Я думаю Нам пизда Нет Нихуя Нам пизда Братан В 2000 году Было Когда Не Не нам Пизда Вот Опять Опять я Хуево О людях Опять я Хуево О людях Но они Сами Виноваты Они Сами Гондоны Вонючие Вонючие Пахнущие Невкусно Уроды Могут С клубничкой Я Я Не Переживаю Пусть Мрут Ну Пусть Ну Что Бляда Просто Я вам Отвечаю Пацаны Вот Закончится Карантин Блядь Сколько У нас Пройдет Карантин Ну В лучшем Случае Неделю Ну Нихуя Не Неделю Больше Больше Потому Что Заметьте Пизда Вот Только В тех Странах Где Реально Жопа Нахуй Со Здравоохранением Чуть Пизда Там Где жопа Рядом Нахуй Между Жопой И пиздой Вот У нас Стопудово Ёбнет Коронавирус Это Это Народ Короче Кризис Ебать Ебать Бля У нас Съемки Нахуй Продолжаем Реально Реально Пацаны Ну вот Короче Закончится Карантин Денег Ни у кого Нет Малый Бизнес Сразу Нахуй Идет Максимально Быстро Сколько Процентов Всего Откроется После Карантина Ну В лучшем Слушаю 60 Ну 70 Крайнесть Кого Малый Бизнес В принципе Вообще Все Короче Этот Вирус Нужен Чтобы выкосить Все Что не нужно Кое-кому Или кому-то Я не говорю Сейчас Власть В целом Вообще То есть Я не говорю Про людей Сейчас Я говорю Про экономику Во-первых Это интересно Это интересный Вброс В мир Типа Бля Вот Типа Отдохните Посидите На хате Попробуйте Вообще Причина Вы забегались Вы поймете Может быть Что причина Там Вашего Недовольства Не Ваша Нелюбимая Работа Не Ваша Там Блядь Нелюбимые Люди На лестничной Клетке А вы Мразь Да Вот Ну это Блядь Это Самый Идеальный Вариант Если люди Это поймут Но они Не поймут На себя Люди Никогда В жизни Вообще Не сделают Не скинут Фокус Ну да Все будут Говорить Какие все Плохие Люди Я сегодня Задумался О том Что прикиньте Они на всех Дом Всех Домой Загонят И Бросят Бомбу Атомную Да И типа Чтобы на улице Ничего не прибирать Особо А Она еще Типа Будет брошена Так Что типа Отдельно На дома Попадает Да Кусочками Чтобы обеззаразить Будет Сброшено Все Сейчас будем Бросать бомбу Которая Обеззаразит Все И она Не обеззаразит Она Да Типа Мы сейчас Бросим Бомбу С этим Блять С антисептиком Чтобы вы Ничего Блять Все Обеззаразит Это огромная Ебучая Рекламная Компания Антисептика Которая хочет Внедриться Вооруженные Силы Нашей Страны Пацаны С вирусом Хуйня Легко справиться Вирус Это же Летающая Частица Да А что Истребители Нет Бороны Паутина Огромную Блять Спираль Найти Раптор Огромную Блять Спираль Поджечь И ждать Он уйдет Ну типа Вас же комары Не кусают Вот Тупые Мировые Там еще Реклама Такая Закупайте Идеи Там еще Реклама Такая Знаешь Раз увеличена Спираль Типа Поковую Не кусают Раптор Ща Сейчас Карантин Проходит Да Вот Типа Именно По поводу Вируса Ходят Там Врачи Обрабатывают Все это Короче Проходит Я бы Сделал Какую-то Службу Не знаю Звонков Или Чтобы Ходило Ничего Все Заговорились Извините Короче Службу Дружбу Службу Дружбу Которая Объясняла Людям Успокойтесь Нахуй Не надо Этой Хуйни Выкладывать Которую Выкладываете Не надо закупаться Гречкой Сейчас Вот Смотрите Приходите Домой Спокойно Включайте Сериал И не Пиздите И список Сериалов Пожалуйста Потому что Я Все Посмотрел Все В мире Вот Короче Вот такая Может быть Служба Нужна Даже Не Служба Может быть Организация Которая Успокаивает Общегородскую Панику Потому что Возможно Это Общегородская Общевсероссийская Общевсемирная Паника Очень Выгодна Суп Дима Знаешь Почему Не сработает Эта тема Потому что Короче Всем Всех Будет успокаивать Один Какой-то Долбоеб Если вдруг Это будет Служба Платная Или Каким-то Образум Она пройдет Мимо него Или Какой-нибудь Скептик Не как я А долбоеб Тупой Скептик Да Скептик Он Посмотрит Новости Где-то Вброс Что Все Пизда Мы все Умрем Он такой Люди Я все знаю Откройте Глаза Это служба Специальна Чтобы Выкачать Из вас Деньги Душевные Сины Должны Из этой Службы Ходить Как коллекторы И пиздить Таких Людей Которые Начинают Сильнее Паниковать У них Есть специальные Мужики Они ходят Веселых Курточках В кожаных Веселых Не переживай Желтые Ну Все Он успокоился Такой Бля В натуре Я что Можно Меня Туда Устроить Мне кажется Нужна Такая Служба Реально И она Не только С коронавирусом Она в целом Которая успокаивает Население От долбоебизма Типа Пошла Пандемия Долбоебизма Ну Там Допустим С кубкой Гречки Или что Допустим Любой Пример Какой Нибудь Вот Я Смотрел Пример Когда Дефолт В 98 Году Да Был Да Когда В 98 Году Обесценились Деньги И все Так же Все полки Были скуплены Вот Надо Когда появляется Какая-то хрень Чтобы Служба Суп Появилась Такая Похлебайте Ребята Не надо Короче Смотрите Сейчас Все нормально Будет Просто Сейчас Пережим Вот эти Маленькие Штучки Наверное Это Служба Суп Должна Как-то Государство Должна Заниматься Этой Темой Но Мне кажется Частные Службы Справятся С этим Гораздо Лучше Да Блин Вообще Этот Маленький Филиал Службы Суп Должен Быть У каждого В голове Вот этого Не хватает Нам людям Адекватности Просто Долбоебов Включили Абсолютно Все Бля Ебучие Маски Бля Маска Кто Ой Просто Это Вот показывает Ущербность Мира Вот Это Нашу Это Прям Доказывает В этот Плотно Ой Я сейчас Кроме В камеру Залез Просто Ущербы Конкретные Чтобы Вы были больны До этого Да Ребята Вы были этим Больны Всегда Да Да Вот люди Говорят Ой Это за то Чтобы мы Немножко Остановились Да Как хули Ты не останавливаешься Ты Тормозни Бля Терни Ручник Серега Подбирает Пример Несуществующего Человека И на нем Звоз Срывает Он Долбоеб Потому что Заебал Непонятно Вот Зато Природа У нас Такая Да Как хули Вы Сука Ебошите Мусор Кидаете Каждый день Ну вы Кто Вообще По нации Какая разница Кто Какой Национальный Снег Он Ебень Бля Вообще За экологию Типа Когда ты Не знаешь Вот Лучший Ебальник Свой На ноль Вообще Спустить Потому что Если ты Не шаришь Вообще Как Весь мир Этот Работает Что там Происходит Бля Вообще Сложно Очень И Не все Так очевидно Даже В Орле И Решке Короче Я смотрел Они были На Бали По-моему И девочка Не помню Ведущая Она плавает Типа В этом море И типа Там пластика До хуя И она такая Выныривает Типа Грустная музыка Я думаю Может быть Ну что-то скажет Как бы Разумное Но нет Но нет Она думает Она думает Что этот Пластик Там Только Из-за Того Что Не выкидывают Люди В мусорку Бля В мусорку Типа Нет Нахуй Не из-за этого Долбоебина Не из-за этого Такой Иду я По сызрани Не въебать Ли мне Бутылку В море Нахуй Сел на самолет На Бали Кто-то на пляже Сидел Они думают Что пляж Грязный Вот люди Потому что Я так думал Типа Когда мне было Четыре Когда окружающий мир изучал Да Типа Вот Грязный пляж Из-за того Что Ну все Насрали Пришли на пляж Вот в море Унесло Типа Нет Блядь И за Вот Грубо говоря Я здесь Мусорку Кину И это Может быть В море Потому что Блядь Ну так Это работает Потому что Не работают Утилизация Отходов Не работает Нихуя Переработка Не работает Переработка Утилизация Охуенно работает Ну в смысле Ты понял Вот И блядь Вообще Нахуй Все кто Топятся Какую-то Экологию Там пишут Да блядь Тех же Нахуй Элементарно Блядь Элементарно Сука Когда Китай Хавал собак Выставка Собак Не хавайте Собак Все писали О господи Едят Собак Такие Собачки Так жалко Выделить А сами же Блядь Чем отличается Корова Нихуя Ничем Блядь Корова Это собака С которой можно пить Да блядь Вот какого хуя Чем отличается Корова Блядь Свинья Нахуй Свинья Умнее Собаки Тут короче Смотрите Тут животное Расставленное По иерархии Кто ближе К человеку То есть Поэтому К того и жаль Че То есть Свинья Как бы Говядина К человеку Ну блядь Живую Я увижу Ну вот Доебались Китайцам Не хавайте Собак Пожалуйста Схавали Летучую Мышь Блядь На Сука Ответил Нахуй Нихуя Себя Отсосал Мир Блядь Там Бэтмен Где-то Так же В Индии Вот ровно Так же В Индии Сто пудово Есть видосы Где говорят Посмотрите На них Они едят Коров А мы Таки Над ними Да ладно У них Коров Священные Животные Ну вот Реально Ничем Вот Эта Хуйня Про экологию Когда люди Начали Блядь Форсить Обращение Этого Хоакина Феникса Про Этот На Оскаре Он там говорил За то Что мы Типа Люди Мы считаем Себя Типа Властным Каким-то Высшим Высшая Типа Высшая Каста Высший Разум Блядь Да И типа Мы Типа Люди Начали Репостить Это видео Которые Я знаю Что они Похуй Ну едят Мясо Уже Ну все Вы уже Просто Обречены На провал Вот Блядь По части К себе Сноску Дадим Просто 30% Всех Хуевых Выбросов Которым Мы с вами Дышим Это из Промышленного Животноводства Вот Так вот Типа Это больше Чем От всего Транспорта Самолетов Поездов В мире Откуда Эта статистика Из Жопы Свиньи Блядь Чем больше Дерьма На планете Тем больше Хуевого Короче Вот тоже Даже Есть Этот Мертвые зоны В океанах Есть такая тема Видел В океане Есть фитопланктон Такой экскурс Быстренько Фитопланктон Этот хавает Это дерьмо И размножается И восстановится До хера И идет фитнес зал Да Потом Мы Видим его Из космоса Представляешь Фитопланктона Да Фитопланктон Видно Из космоса Вот И он И он Там нам смеется Короче Фитопланктон Видно из космоса До хуя Фитопланктона Он делает 50% Кислорода На земле Типа Представь Да Никто не знает Фитопланктон 50% Кислорода На земле А дерево На хуя Идут Да Бля Ты видел Карту мира Ну да Вот землица А там леса Не до хуя А водица И короче Вот он делает Этот кислород Но суть в том Что было бы Заебись Если бы этот кислород Ну Достался бы Нам Но нет Так как Это фитопланктон До хуя Там до хуя Появляется Китов Там прочее Они начинают Жрать И что они делают Срут Бля Они срут До хуя Здесь же В этом же месте Получается Где до хуя Хавчика В избытке Получается Не должно Все должно Быть в балансе Не должно Быть в избытке Где-либо Чего-либо Их до хуя Из-за Чего Мы сырем А они питаются Как Нашими продуктами Да И этот Планктон Все Он размножается И туда приходят Киты Которые срут Тут же Они срут Вниз Ко Падает Какашка Там Поглощают Другие Какие-то Бактерии Короче Которые Сжирают Этот кислород Который Выделили Фитопланктон То есть Ни фитопланктона Ни хуя И это место В оконцове Короче Просто мертвое Нет ни рыбы Ни планктона Ни хуя Короче Это Это охуенная инфа Если интересно Я сейчас даже потом После подкаста Загуглю Как они выглядят Фитопланктон Чтобы рассмотреть В глаза Тому Кто делает 50% кислорода На земле Как Как в спанчбобе Этот Держатель Чамбакет Кто это Я не смотрел Не досмотрел До этого Держателем Короче Все В нашей Земле Нашей планете Матушке Все Не из-за того Что до хуя Мусора А все Гораздо проще Все появляется Вот от этого Движения Да по хую Да по хую Все Начиная Начиная С того момента Когда ты Типа Ну хуя Я никого не призываю Что кто-то Бросает мимо мусорки Бывает Просто Хорошо Охуя на самом деле Бросаете мимо мусорки Это вообще Ни на что Не влияет Можете оставлять На улице Это влияет Только на Типа Бля Красиво на улице Или нет И все Типа Вот мне похуй Кидайте на улицу Наоборот Пусть это будет Очевидно Проблема Типа А не А не то Что мы скрыли Это Дальше Дальше Ты допустим Махнул рукой Бросил на хую На землю Похуй Я похуй Дальше А тебя уже Кидает Вот это движение Дальше Человек Пиздец Перескочили Человек Который собирает Мусор На машине Он собрал Такой И что там Выпало И там Что-то Нигде собрал На хуй В следующий раз Увез мусор На свалку Свалка Блядь пиздец Уже нахуй Растет У тебя Надо его Как-то увозить Утилизировать Ты хозяин Свалки Дальше Все это Хорошо Ты как-то Утилизируешь Мусор И так далее Большие компании Утилизируют Идет огромный Выброс У тебя Типа Ну Надо уменьшить Там Что-то Потом И все И вот Это Движение Оно И все Уничтожает И не только Вот экологию Да Да Блядь Меня заебал Этот мой вопрос Башкина Какой вопрос Давай Сейчас ответим Смотри Типа Отваливается Малый и средний Бизнес Грубо говоря Почему Потому что Мы не несем Туда Деньги Мы Хуел Пример Вот Давайте Типа Вот Ну там Родители Допустим Чьи-нибудь Которые Там Добывают Нефть И Они Зарабатывают Деньги На нефти Грубо говоря Нефть Это Главный Наш продукт В России Типа И вот Они перестают Нести Деньги В ресторан Ресторан Закрылся Это Окей Типа Родители Допустим Нефть Не нужна Да Перестают Они Зарабатывать Деньги Откуда Изначально Деньги Откуда Ну Бля Откуда Изначально Да Откуда Изначально Деньги Типа Я знаю Что Типа Ну Количество Валюты Должно Там Равняться Как Там Соотношение Либо Валовому Внутреннему Продукту Либо Там Этот Вал Внутреннему Продукту На душу Населения Типа Чтобы Не было Инфляции И так Далее Есть Дохуя Вот этих Всех Объяснений Есть Объяснение Почему Доллар К рублю Такой Валюта К тому Такая Ну Откуда Изначально Деньги Типа Рыночная Экономика Типа А кто Бля Типа Печатают Деньги Ну Типа И что За Хуйня Получается Ну Что У тебя Есть Допустим Золото Грубо Говоря Раньше Так Было Раньше Сейчас Нефтью Сейчас Нет Сейчас Нефтью А резервами Еще Типа Количеством Иностранной Валюты Получается Изначально Деньги Это же тоже Товар Их же тоже Кто-то Продает Так Получается Ну да То есть По сути Как бы А деньги За что Продают Не понятно За услугу За нефть Ну типа К нефти Сейчас Не Ну вот смотри Я денежный двор Я денежный двор То есть Понятно Что Все кто Слушают Подкаст Мы пиздец Не эксперты Мы просто разбираемся Нихуя Никто Не знает Я денежный двор Я короче Мне приходит Чувак Ну грубо говоря Ко мне приходит Короче Чувак Говорит Мне Мне нужно Пиздец Там Миллион денег Напечатай мне Пожалуйста Короче Вот А он Где-то Ты мне Что И вот Что я могу Тебе дать За эти деньги Тоже Деньги Или как Или другую валюту Нет Почему Ну типа Наш Монетный двор Или кто там Вот станок Грубо говоря Печатает бабки Питерский Ну грубо говоря Питерский Московский Чканный двор Да Он ебашит бабки И в бюджет же Все это идет Обязательно ли? Ну соответственно Когда объем денег Увеличивается Их цена Уменьшается Так Почему? Потому что Ну избыток Нахуй Типа много Их Они не уходят А нахуй Печатают Тогда Ну перестают Ну перестают Зачем их А когда надо Зачем печатают Ну вот по факту Смотри У тебя было Например 10 купюр Стоимости По одному рублю Да То есть у тебя Цена твоих денег 10 рублей Всего Да Ты еще Напечатал 10 купюр Но цена Твоих денег Не увеличивается Нет А нахуя Ты тогда Печатаешь деньги Ну с помощью Печатания Не печатания Регулируют Курс валюты Ну вот Количество Ну у тебя Количество денег Увеличивается Но цена их падает По отношению К доллару Или к чему-то Да 100% Ну типа К ценам Как минимум К продуктам Туда-сюда Да Когда типа Въебывают Печатный станок Это сразу Инфляция Инфляция Сразу же Вообще Катастрофическая Только кто это Отконтролил Блять Непонятно Все это Какая-то хуета Это все Не просто Все замудрено А как вы знаете От замудренный От лукавого Есть рыночная Рыночная экономика Вот эта вот Мировая Блять Ну сука У меня даже диплом Есть по этой Хуи нет Да Высшем образовании Но я какого-то Хуя там не спросил А откуда изначально Бабосы-то Блять Ну изначально Надо разобраться В этом вопросе Очень интересная тема Опять же Она косвенно касается Коронавируса В Китае Очень много разводов Из-за того На воде Помимо Да Разводов на воде Просто Из-за Домашнего Блять Этого карантина Все сидели дома Увеличилось Количество разводов Потому что Они слишком Они начали понимать Что тот человек С которым Они всю жизнь жили Они поняли Что они совсем Разные люди Вот И помог им В этом коронавирус Помог или нет Во первых Короче Как и на Украине Как любая какая-то возня Когда непонятная Сразу же У людей Разное мнение Вот Как минимум Если мы можем Там с вами поспорить И что-то к чему-то прийти То не все люди Вообще могут прийти К какому-то компромиссу А муж говорит Что маску надевать Нахуй не надо Жена говорит Это пиздец жестко Мы все погибнем И начинают Короче ругаться 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 А обстановка И так накалена Ну вот как на Украине Разводились же Тоже многие разводились То за Украину То за Россию Вот тебе И вот собственно Не от того Что они Ну и во-первых Типа косвенная причина То что они Много-много-много Времени постоянно проводят Нет Ну это стресс Просто жесткий Вообще стресс Не то что ты с человеком рядом А просто у тебя Жизнь меняется В корне На какой-то определенный Промежуток времени И люди Оказываются Негибкими Вот смотри Этот Даже вот Что сейчас Вот Серега говорил Типа там Люди Оказываются Негибкими Там вот это Вот я не Ни расист Нихуя Ничего Ну я не могу Представить Ни одного Китайца Ни одного Нахуй Китайца Который Моет руки Который Вот Этот Говоришь Что-то умное И я такой И вот так Его вдумчиво Слушаю О конфуции Джек Ма И он еще Так знаешь Нет Чтобы он Хотя бы Каким-то Ну блядь Мужским голосом Хотя бы Говорил И это У нас И тут Хар А что Джек Ма Джек Ма Че как Ай Блядь Все Вау Ай Нихуя Всех Раком Нагнул Нихуя Это про другое То есть Допустим Началось Такое Что парочки Ну то есть Сереган Я понял Версию Я говорю Блядь Ты имеешь Ввиду Что с китайцем Друг к другу Типа не очень Жить Да Они поняли Что они живут С китайцем Такая Умывается Такая Умывается Такая Ну неделю Такая Дома Находит Умывается Все Посмотрит Блядь Дорогой Иди сюда Он прибегает Ааа Тоже Китаец И все Нет Я к тому Что типа Именно Вот пары Которые Живут Друг с другом Они Заебываются Друг от друга Да Ну В этот момент А тут Всего там На неделю Ну две посадили вместе И из этого Статистика Разводов Увеличилась Потому что Они друг друга Перестали вывозить Стресс Стресс Ну раньше Типа Они были В условиях Комфорта Ну грубо говоря Там Они отработали Пришли на хату Все идет Как идет Все обыденно Тут стресс Жесточайший Стресс Просто невероятнейший Все начинает Непонятно Нервная система Расшатана Ты начинаешь Злиться на всякую ерунду Хоп-хоп А тут она еще И например Шлюхой оказалась Конечно Ты разведешься Я просто такое Длинное приложение Сейчас говорил Я ни разу Не потихнулся У меня организм требовал Сказать какое-то ругательство Я сказал Шлюха Благо не шлюха Я думаю Что из-за того Что люди Короче Я тут недавно К своим Личным подписчикам Ходил Короче Они интересно Такую тему Раскидали То есть Допустим Вот эта парочка Настя Допустим С Костей Они говорят Что Они способны Разговаривать Друг с другом Вообще На любые темы Ну просто Ну типа На любые темы Там и так далее Кто это? Ребята знакомые Ребята знакомые Вот Сейчас Мысли протяну И короче А некоторые пары Короче С друг другом Не общаются Но особо Ну толком И если взять Почему они Сошлись Изначально То есть Человек Как в начале Отношений Хочет казаться Лучше Чем он есть На самом деле И вот На базе Вот этих Вот Вот этого Отношений К человеку Которое Выстроилось Тогда Оно Протягивается Всю дорогу А по истечении Лет Ну типа Оно Испаряется По сути А ты как сказал? Усугубляется Наоборот Сильнее делать Нет В смысле Наоборот Ну ты же не можешь Всю жизнь Типа Не то что Притворяет роль Да Ну ты как бы Это не специально Делаешь Что так происходит В начале Отношений И вот Типа Настя говорит Что Тупые телки Постоянно говорят Вот он Был Когда мы Только познакомились Он дарил Мне цветы Там Блядь Привез Меческейк Вся хуйня Во первых Он хотел Понравиться Ну вот Он показывал Лучше Чем он есть На самом деле После чего Вы начинаете Собственно говоря Знакомиться С человеком Когда Мишура Мишура Расходятся И потом Поэтому я Нихуя не дарю Подарки Сейчас Ну в целом Типа Надо сразу же Понятно Что хочется В начале Типа Как то Ну вот этот Распушить перья Там и так далее Но Как потом Это Типа Компенсировать Компенсировать И вообще Как потом В дальнейшем Ну Девушка Должна понимать Что если Мужчина делает Что то Он делает В любом случае Из корыстных Каких то побуждений Ну грубо говоря Он делает это Из-за нее И изначально Она его вдохновляет Ну девушка Оно ему нравится У него вот это Химические процессы Ему очень классно С ней А затем Она начинает Ему надоедать Какими то вещами Всякими тупыми И вместо того Чтобы говорить Вот он такой был Раньше классный А такой Сейчас плохой Просто вспомните Типа То ощущение Которое Вы у него Типа Рождали И попробуйте И попробуйте сделать То же самое Грубо говоря Нужно Друг друга Подзаряжать Бля Как пиздец Не говорит Без мата Я хуею Отношения Это Блядь Работа Но я Я это по-другому Рассматривал Что типа Это как должное Ты воспринимаешь Это как должное Нет По сути Это просто Как бы Постоянно Находить Общий Общий Какой-то Котел Да Общаться Вот ты говорил Типа Сейчас Люди Начинают общаться Типа Вот китайцы Сейчас Типа И начинают Понимать Что не о чем Общаться Так а что вы Раньше-то не пообщались Не поняли Об этом Все главное В мире Отношения Это отношения Людей Которые договариваются Просто Блядь Вам нужно Договариваться Всегда Если что-то не нравится Скажи Блядь Мне не нравится И скажи Мне тайн Не нравится Давай как-нибудь С этим Работать Или как-то решать А вот эта хуйня Человека невозможно Изменить Ну как это Блядь Невозможно Изменить И блядь Если человек Сыт на стульчак Человека невозможно Изменить Но отношения Человека к тебе Можно Конечно Конечно Стоп Это нихуя правильно Дима сказал Тинкс Еще Охуенное Это ребят потом пригласить Пообщаться Прикольно с ними Я прям вытягиваю Цитаты из народа Короче Для девушки Вот по поводу секса Ну там Для девушки Секс Это Удовольствие То есть Получение удовольствия Как поесть шоколада Допустим А для мужчины Это выявление потребности То есть Как посрать Сходить И вот Когда появляется Постоянная Куча конфликтов Когда Женщина не хочет секса А мужчина Который Я или ты Блядь Не хочешь секса Типа И начинается На этой базе Оказывается Вот Очень просто То есть Секрет Не то что Она мне не хочет Она просто сейчас Не хочет секса А тебе кто говорил Что для женщины Секс это удовольствие Какая-нибудь Девятнадцатилетняя девочка Нет Вот как раз Взрослая А ну вот взрослая Просто женщина Должна понимать Что для нее Это тоже потребность Как бы Ну вообще Не Понятно Это в целом Это я тебе Просто привожу гипотезу Которая Типа Отношение Ко всему этому То есть Как бы И для меня Это тоже Удовольствие Но К чему я это клоню Типа в конце Отношение У мужчины И женщины К этому Начинается Конфликт Конфликт На этой базе Типа Она говорит Я сегодня Не хочу Типа А ты говоришь Сгулять Ты сегодня Не хочешь Блядь Я хочу Срать Я хочу Ебаться Значит Ты ее Сегодня Не привлек Значит Не сделал Что-то Для нее Приятное Настроение Хуевое Не может быть У женщины Когда плохое настроение Ой Хорошее настроение Она не может Типа Не хотеть Ебаться Как вообще Можно с мужиками Ебаться Вы Блядь Вот Я вообще Махуй Подпредите В себя Лучше С девчонками С некоторыми Девчонками Тоже Не очень Даже Ебаться Ну нет Это плохое Конечно Мне тогда Никогда Такого Не было Да Кстати Интересно Ты сказал Что Типа Женщина С хорошим Настроением Как ты сказал Ну Она не может Не хотеть Ебаться Да Голова болит Вот и все Не бывает же Такое Ну блядь Сделай массаж Да Конечно Простаты себе Вот так Дома И все в туалете Да Она охуеет Посмеется И все Настроение Поднялось И все Лежит со своей Больной головой Блядь И вообще Давайте Про секс Про секс Про секс Да вообще Как Как Типа Вот Женскую рубрику Давайте Сделаем Типа Отношения Ебать Залип на мост Как Типа Сохранить Отношения Вот Во время Карантина Как Сохранить Отношения Ну вообще Как Сделать Так Чтобы Типа Отношения Не пострадали Блядь Ну все Заебут Друг друга Я тебе Так скажу Все Заебут Друг друга Я считаю Что нужно Допустим Какой-то конфликт Если появился Это очень Просто Говорить Ну а если Дошло Дело до руганий Будет Поругаться Только Главное Чтобы Эта ругань Перешла Не в унижение А в привидение Типа Фактов Ну хотя Я не верю В привидение Когда Особенно Фактов Как Блях Амуха Типа Вообще В принципе Можно не ругаться Как вот Говорят люди Блядь Типа Надо ругаться Типа Этой там Эмоцией Да в пизду Ваши эмоции Ребята Я блядь За свою жизнь Столько наругался Я раньше думал Когда молодой был Блядь Это кайф Типа Мне нравится Когда у меня Девчонки Голов Да нахуй Это надо Блядь Вы бля Эй Или девчонка Которой нужен Парень Который скажет А нет Просто вот видишь Мы говорим О тех вещах Что Типа Во время выяснения Отношений Нужно делиться Как вы Можете Делиться Вот этим Недовольством Если вы По жизни Нихуя Ничем не делитесь Ну вообще То есть допустим Вы существуете Вместе Вы блядь Должны все Обсуждать Блядь И свою точку зрения Допустим Вот я Наступить Что-то у меня сегодня Дерьмо В преимуществе Блядь Не по жизни Так Короче Если наступил Это говно К деньгам Это или нет И вы начинаете Подъебывать Друг друга Подъебывать Конечно Обязательно Друг друга Надо Это блядь Пиздец Залог Блядь Отношений Потому что Если тебя Жена не подъебывает То тебя Подъебет Жизнь Фраер Жизнь Жизнь Подъебется Тебя подъебет Жизнь Ну да Типа Это же Первоисточник Типа Анализа Твоих Мужских действий Если тебя Жена Не подъебывает Что тебя Подъебет Ее Любовник Проговно Анализы Твоих Жизнь Короче Первый Анализер У меня Значит С какашками Только Одна история Я тебе Рассказывал Про какашки Да Убля Это очень смешная Короче Накупались В аквапарке Во Вьетнаме Или где там Сверка Я иду Такой Все Довольный Короче Люди Идут Все Я так Смачно Перданул Короче Еще Жопа Когда Мокрая Она Так Посмотри Я не Обосрался Она Проходит За спину Стоит Молчит Ебал У нее Уже Просто Лицо Белеет Та такая Поздравляю Обосрался Обосрался Я такой Ебал Мать Дай Блядь Полотенце Сдали Куда Прятаться В кусты Та ржет Что стоите Блядь Обосрался Не обосрался Вот Подъебалось С тех пор Вот Восемь лет Еще Считай Вместе Один раз Подъебешь На восемь лет Получается Это как у Путина Раньше было То же самое Пацаны Один раз Подъебешь На восемь лет На восемь лет Потом еще На восемь Еще На восемь Ну вообще Вот По сути Все Допустим Заработки Или успех Который Есть люди Которые Самодостаточные Есть люди Которые Зависят От своей семьи Есть люди Которые Просто Ну Как бы Это Не звучало Партнеры Партнеры И все Мы с тобой Партнеры По жизни Какое-то слово Ебанное Не знаю Короче Короче Мы с тобой Чуваки А Похуй Да И друзья Хуевые Да И друзья Тоже Хуевые Короче Вы Похуй Муж и Жена Да И все Твои Действия То есть Которые Ты делаешь Ты же По-любому Приходишь Домой И делишься Все Этим И вот Анализирует Женщину И Как-то Выдает Тебе Свою Позицию Вот И к чему Я это Говорю Непонятно Какого Хуя Ты вообще Должен Типа Ну Как Должен Выслушивать Ее позицию По поводу Там Своей Работы Или еще Чего Да Не Я не к этому Я как-то Хотел Перенести О том Что Вот Это Такой Способ Общения Да Вот Именно Короче Перебивка Запутался У меня В голове Все складывается Я словами Не могу Короче Отношения Во-первых Тупым Людям Нахуй Нельзя Вступать В отношения Легче Они Ебнуты И Когда Два Получается Ебнуты Может Замутить Только Съебнуты Или Съебнуты Два Ебнутых Это Пизда Любые Крики Там Между Собой Типа На Твоего Партнера Пусть Так Ты Зывает Что Ты Кричишь Это Твои Проблемы Типа Не Она Виновата Или Он А Ты Потому Что Ты Кричишь Ты Ругаешься Ты Конфликт У Тебя Конфликт Пусть Он Был Типа Зачином Но Реакция Твоя Значит В любом Случай Виноват Ты Иначе Типа Это Это Тот Случай Когда Она Явно Долбоебка И Не Ценит Тебя Или Там Или Еще Что То Но Это Ты Уже Не Это Чтобы Это Определять Это Нужно Быть Достаточно Развитым Она Долбоебка Или Это Все Так Проекция Моих Переживаний Вот Это Надо Чтобы Понимать Что Типа Реальный Человек Долбоеб Или Это Проекция Твоих Внутренних Каких-то Затыков Переживаний Или Еще Чего-то Нужно Быть Достаточно Развитым Вот Ну Допустим Ты Себя Таким Считаешь Все Расставайся Ну Типа Ты Должен Принять Решение Расстаться Ну Блядь Ты Понимаешь Значит Блядь Я Понял Про Что Типа Если Ты Кричишь И Ты Делаешь Какую-то Проблему Проблема Только В тебе Ни В ком Рядом Нет Проблемы Короче Все Почему Кричат Почему Ругаются Потому Что В отношении Замужестве Семьи Я смотрю На пример Не говорю Что это Сто процентная Информация Все Спорят Только Для того Чтобы Оказаться Правым Потому Что Каждого Из Людей В этой Ситуации Он Считает Себя Правильным Даже Тот Человек Который В этой Ситуации Прав Он Дальше Начинает Доказывать Этому Человеку Но Человек Защищая Свою Позицию Потому Что Она Касается Каких-то Внутренних Переживаний Или Вообще В целом Проекции На мир Вообще В целом Он Начинает Отстаивать Свою Несмотря Несмотря Его Факты Или Ее Факты И Вот Нахуя Эта Правота Нужна Вот Типа Оказаться Правым Нахуя Не в Правоте Дело А Оказаться Неправым У нас Больше Ошибиться Боязнь Ошибки Принятия Ошибки У нас Нет С детства У нас Не учат Принимать Ошибки Свои Нет У нас Ёбнулся Порвал Штаны Вот Бля В следующий раз Будешь Знать Нахуй Нихуя Не так Не так Нельзя Говорить Бля Ёбан Урод Вот Мне Как Детство Говорили Че Из Меня Бля Дегроид Вырос Пиздец Ну Реально У нас С детства Нас Пичкают Тем Что Нельзя Ошибаться Ну Неправильно Бля Мы Боимся Все Неправильно Делать И Делаем Это Беспалево Пытаемся Все От Необщения Все И С детства Все Идет У нас В отношениях Хочешь Чтоб Все Нормально Было Вот Например Как Можно Как Девчонки Намекают На цветы Во первых Ой Смотри Какой У моей Подружки Пусть Нахуй Идет Это Первая Реакция Сразу Сразу Ж Первая Реакция Пацанов Пусть Нахуй Твоя Подружка Идет Со Своим Ебучим Блядь Сыном Чего Нибудь Депутата Нахуй Туда Сюда Типа Ой А ты Мне так Давно Не дарил Цветы Нахуй Сразу Послан Тоже Тоже Претензия Нельзя Претензию Можешь Подойти Искать Котя Ой Помнишь Там Классно Нам Было Ресторан Цветочки Туда Сюда Говорит Вот Прикольно Все Вспомнить Классно Ты Увидишь У девушки Твоей Горят Глаза Ты Понимаешь Каким Образом Ты можешь Вызвать У нее Это Состояние И Поебешься По-любому В этот Вечер Короче Тоже Опять же Возвращаясь К Насте Она Тоже Смотрит Наши Подкасты Обсуждает Эту Тему И Короче Она Говорит Как Ягод Знаю Что У меня Костян Типа Неромантичный Причем Она Как бы И Костян Спокойно Ко всему Это Относится Он Сидит Слушает Как Он С этим Согласен Я знаю Что Мужик Типа Ну Неромантичный Типа У меня Допустим День Рождения Я Костя А можно Пойду На концерт Басты Конечно И еще Там Себе Добавлю И Типа Пойду Еще И Допустим Нобки Сделаю Грубо Говорю Он Говорит Да Конечно И Все Потом Меня Спрашивают Что Типа Я Говорю Концерт На Басты Типа Салон Красоты Вот Видите Какой У меня Хороший Мурфинг Даже Не знаю Че Он Мне Подарился Да Бля Ей Приходится Вот Этим Объяснять Типа Что Он Тебе Подарил Ой А Если Б Она Правду Им Сказала Все Что Думает Нет Она Как Б Правду Сказала Подарки Вот Все Это Женщины Придумали Подарки Вообще В целом Подарки На Праздники И Депутаты Какие-то Штуки Типа Вот Подарок На Праздник Типа Вы Придумывали Праздники Придумывали Подарки На Праздники А Потом Сука Говорите Делайте Нам Сюрпризы И Не Только В Празднике Да Вы Вообще Охуели Что Ли Как Это Понять Я Вообще Не Вижу Смысла В Дне Рождения Да Я Тоже Не Очень Люблю Но Типа Я Понимаю Что Это Типа Важный День Короче Я Стараюсь Короче Принять Его Типа Хорошим Ну Грубо Говоря А Мне Как Бо Похуй На Этот День Вот Расскажу Под Днешь Что Это Важный День Ну Короче Ну Мы Все С Верим Там В Энергию В Нашу И так Далее Знаете Когда Вас Бавят Перед Днем Рождения Настроение Да Это Классика Это И Схемия Вот Ну Типа Ну Держи Потому Что Типа Вам Дается Ну По сути Есть Такая Теория Что Вам На Год Дается Какое То Количество Энергии Ну И Там Допустим Какой То Из Дней Вы И И Больше Где Там Меньше И Вот Дню Рождения Оно Подзаканчивается У тебя Такое Хреновое Настроение И Когда У тебя День Рождения Это Очень Важный День Не Только За Подарков А В Целом Потому Что У тебя Восстанавливается Энергетический Цикл Потому Что Ты В Этот День Родился И У Тебе Еще Больше Поток Энергии Вообще Все Праздники Непонятны Что За Типа Распиздя И Валоеба И Типа Не Ходим С Утра Да Безусловно У людей Мало Мало Таких Дней А Так И Не Работайте В Чем Проблем Я Просто Недавно Задумался Типа Вот Люди Говорят Тебе Легко Говорить Ты Не Знаешь Что Я Типа Прожил Ты Не Знаешь Что У Меня Было И Какое Говно Было Ли У Меня Не Было Как У Меня Родители Вообще В Принципе Ты Не Знаешь Моей Жизни И Блядь Как Ты Делаешь Этот Как Я Пришел Ты Не Понимаешь Мне 29 Лет Уже Почти Скоро Я Года Два Назад Только Пришел К тому Что Можно Вообще Не Работать А Заниматься Только Тем Что Тебе Нравится Люди К Знает Ли Человек Что Я Прошел И Так Далее Типа Чтоб Судить Человек И Пройди Весь Путь Его Ботинка Получается Люди Как Я Раньше Сказал Опрос Про Просто Устроить Они Не Долбоебы Они Долбоебы По Твоей Картине Да Ну Конечно Мы Если Только Про Свою Картину Если Так То Уж Пройтись В Ботинках Их Дорогу То Они Не Долбоебы Ну Получилось Так Что Они Долбоебы В Концове Во Первых Долбоебы В Ботинках Да Ну Они Получается Как Это Бедолаги Ну Типа Вот Потерпевшие На Они У Каждого В Любом Случа Своя Дорога И Каждый Типа Проходит Все Препятствия Сам Как Он Считает Нужным Кто То Сразу Но Есть Такая Типа Как Не Пословица Опять Не Знаю Поговорка Короче В чем Разница Между Мудрым Человеком И Умным Человеком Типа Умный Найдет Как Изловчицей С Какой То Ситуацией А Мудрый Просто Не Столкнется С Этой Ситуацией Вот И Почему Мы Наши Проекции Называем Некоторых Людей Долбоебами Не Долбоебами Ну Потому Что У них Короче Свой Какой То Способ Существовать Но Мы Имеем Право Говорить Что Он Неправильный Потому Что Мы Как То Не Мы Не Имеем Права На самом Деле Говорить Что Я Вообще Не Говорю Что Че То Кто Неправильный Ну Нет Мы И Про Долбоебов Типа Это Очень Субъективно Объективно Нельзя Никого Назвать Долбоебом Да Большинство Людей Так Я Называю Долбоебами Тех Кто Не Открыт К Информации Думает Что Что То Знает Да Да Это Единственный Для Меня Сенс Человека Типа И Уровня Интеллекта И Прочего Будь Даже Уровень Интеллекта Низкий Там Да Или Еще Что Типа Он Может Быть Не Долбоебом Если Он Открыт К Информации И Понимает Что Типа Не Он Все Знает Короче Есть Кто Кто Знает Круче Есть Другая Информация Есть Что То Еще Типа Вот Открытый Человек Для Меня Никогда Не Долбоеб Короче Есть Еще Почему Мы Говорим Информационный Долбоеб Короче Как Вообще Лично Я И Наверное Вы Так же Делаете С Информацией Мне Поступает Информация С На Базе Вот Этих Знаний Делаю Свой Свой Как Решение Короче Результат Вот У меня Продукт Вышла Мысль Которая Я Проанализировал Собрав Всю Информацию А У Большинства То Есть В массы Я Надо Самоизолироваться Всегда Да Блядь Вы Подумайте Головой Это Настолько Все Просто Как Только Вы Начнете Думать Все Просто Вот По поводу Почему Я Скептически К нему Отношусь Дохуя Было Вирус Дохуя Было До этого Вирусов Который Выкашивал Людей То же Самое Дохуя Просто Грипп Вич Бухло От этого Дохуя Люди Умирают Дохуя Закрывают На карантин Нихуя Нигде Не раздают Берет презерватив Бесплатно Еще Еще Сухой закон Люди ходят В масках Вот Блядь В торгушке Я ходил Люди В масках Ходят Сотрудники Их Обязывают Обязуют Их Да Таксисты Обязуют Блядь Их штрафуют Таксопарки Штрафуют За то Что если водитель Обмен Поймал без маски Без маски Ну а как Это так Это Блядь Если голова Но информация С маской Не помогает Не помогает Все это Я вот Думаю Всегда Я думаю Типа Че за инфа Коронавирус Все Любые аргументы Просто У меня такой Волнорез Нахуй стоит Вот Блядь Все бьется Просто Вопросы Задайте вопрос Я считаю Что дни рождения Нужно отмечать Типа Потому что С годами Они становятся Типа Неинтересным Праздником Там И так далее То есть Понятно Что нужно Типа С охуенным Посылом Что каждый день Нужно как праздник Там И так далее Тогда этот день Нет Я считаю Что это как раз Тот день Когда нужно Собирать своих друзей И близких Да В какой-то момент И просто Тупо вспоминать Что было раньше Потому что Чтобы Не потому что Больше нечего Обсудить А чтобы Не забывать То что прошло Ну Короче Смотри Все эта тема Это все придумано Все Ты ищешь Какие-то эти Причины Причины Да А я просто Сразу же Вот все Обнуляем Все Обнуляем Вот Есть Толпа Людей Да Даже которые Не разговаривают У нас Обезьяны Да Они отмечают Свой день рождения Нет Им Кайфно Просто Кайфно Жить Я против Я против Того Чтобы У нас Был праздник Например Вообще Эти праздники Вот как раз таки 9 мая Вот как раз таки Из-за того Что это праздник Из-за этого У нас хуево К ветеранам Относится Потому что Мы вспоминаем Только бля В ебучее 9 мая В один день И делаем Из-за того праздник И людей Мы вспоминаем Бля С днем рождения Поздравить Вконтакте В инстаграме Потому что Мы увидели Не потому что Нам хочется Написать человеку Просто подарить Типа Прикольные эмоции Не хочется Людям живут От праздника Сегодня отгулял Все Я ебоший Там Или как Особенно отпуск Как на севере Хуячит сука Не покладая рук Целый год Чтобы уехать в отпуск Так живи Сегодня Вот Приди домой Жену поцелуй Скажи как ты ее любишь Погуляй Погуляй Ну просто Надо жить Надо создавать Вот как так же Мы говорили Про невесту И про вот этот Типа ощущение Принцессы Если тебе хочется Этого ощущения Значит его не хватает В жизни Про день рождения Знаешь что Надо Подожди Все праздники Братан Вот чисто Номинально Это просто Стрелочка Часов С 23.59 Меняется На 0.00 Все Вот все Вот новый год Все На хуй Этот праздник День рождения Только Не знаю Как остальные День рождения Короче Надо отметить Так Короче Вот что бы ты Хотел сделать Не праздник Это А спросить У себя Что бы я хотел Сегодня сделать И представить Как будто Здесь сегодня Все можно Короче Вот Ну кроме Блядь Очевидно Хуйни Типа Объебашиться Там Алкоголем Это Откровенная Хуйня Тебе Это Хочется Потому Что Тебе Это Продали Вот Тебе Из-за Этого Это И хочется А Действительно Ну Если Ты Нормальный Что Тебе Хочется Сегодня Сделать Ответив На этот Вопрос Возможно Ты Придешь К тому Что Мне Не хочется Сегодня Собрать За столом Людей Мне Хочется Пойти И Блядь Полазать На Скалодроме Вот Грубо Говоря Я Хотел Это Ты же Отметил Этот День А я Вот Да Прикольно Отмечают Вот Так Типа Чтобы Тебе Самому Хотелось Да Это Интересно Потому Что Я У меня День Рождения Было Я Что Сел Такой Сижу Класс Буду Уебываться Я На Море Короче Встретил День Типа Вспомнил Че там Правильно Че неправильно Больше Для самоанализа Какую Эту Штуку Сделал И Потом Типа Вот Как-то Задумал И Вообще Подумал На Ближайший Год Что Бо Я Хотел Сделать Вот Типа Вот День Рождения Это Как-то Больше Всего Ощущается Сделать Типа Выводы Типа Срез Сделать Да Срез Я Вот Насчет Этого Сейчас Думаю Типа Новый Год Да Все Подводят Итоги Года Какого Хуя Вы Каждый День Каждый Вечер Не Подводите Итоги Дня Вы Охуеете Сколько Говна Вы Сделали За Этот Год Сколько Нихуя Вы Не Сделали За Год Типа Найти 5-10 Плюсов Да Ебать Я За Сегодня Столько Найду Но Люди Не Готов Ну Это Все Как Какие Глупости Я Не Говорю Что Типа Не Надо Отмечать Но Просто Задумайтесь Что Типа Вы Живете Большинство Людей Праздником Выходными Отпуском Они Ждут Чего То Всегда Не Сегодня Ждут Живите Сегодня Вот Я Сегодня Хочу Поссать Иначе Я Сейчас Обоссусь И У Рома Будет День Обоссан Хотим Что Вы Писали Тожно Поэтому Берегите Себя И Своих Близ Да Но Когда Вы Выйдете С карантина Вы Пойдете На Работу А у Нас Карантин Наш Продолжится Короче Ребята Во Время Карантина Посидите Посмотрите Наш Выпуск Не Обязательно Слушать Наши Слова Как И Брать Из Истина Мы Чисто Объективно Обо Восем Рассуждаем Субъективно Объективно Или Субъективно Субъективно Мне хочется Знать Что Думаю Что Мы Объективно Общаемся Я точно Объективно Короче Не важно Самое Главное Находясь Дома На карантине Просто Попробуйте Пообщаться Если Вы До Этого Не Делали Самое Время Начать И Не Живите Праздниками Да Живите Сегодня Пока